Девятилетний ученик одной из школ набережных Челнов получил телесные повреждения, играя на улице с пустой пластиковой кегой из-под напитков. О том, что бутыль находится под сильным давлением и теоретически может быть опасна, мальчик, вероятно, не думал и подвергал емкость испытаниям на прочность. В конце концов, пластик не выдержал, и бутыль с сильным хлопком разлетелась на куски. С травмы ноги пострадавший был доставлен в больницу. Айгуль Батрудинова продолжит. Заместитель директора 13-й школы Диана Сергеева с выпускниками рисовала на асфальте. Вдруг сильный хлопок и следом детский крик. Прибежали сразу сюда, увидели, что сидит он вот около этой скульптуры. Нога вся была в крови. Побежала в медпункт, взяла перекись водорода, бинты. Больше всего переживали, если честно, за моральное состояние мальчика, потому что он прямо с посредних сил держался. Очень боялся, что ногу будут зашивать. Зашивать рану все-таки пришлось. Ребенка сразу доставили в травмпункт. Благо, все прошло хорошо, отметили медики. Крупные сосуды не задеты. Сильного кровотечения удалось избежать. Были две раны. Одна поверхностная, другая более глубокая. В глубокой ране при первичной хирургической обработке было обнаружено инородное тело. Значит, это было стекло матовое, темное. К делу подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, мальчик из благополучной семьи на учете не состоит. По словам начальника отдела, всему виной детская шалость. Во время гуляния нашел пятилитровую полиэтиленовую банку. Сначала он его пинал, этот мальчик, допинал до памятника напротив средней школы номер 13. И потом взял на руки с горлышкой и начал по бетону вот таким образом ударять. Предположительно, в емкости находился забродивший квас. Поврежденный от ударов баллон не выдержал. Внутреннее давление разорвало емкость на куски. Но пострадал мальчик не от этого. Испугавшись хлопка, он отпрыгнул и ударился ногой о край памятника. Знакомство с законами физики закончилось на больничной койке, где школьнику придется провести несколько дней. После выписки его ждет профилактическая беседа с инспекторами по делам несовершеннолетних. Айгуль Бодрудинова, Ландыш Капранова, Андрей Буслаков. Вызов 112.